Приветствую вас. Вы знаете, я прочитал ваш вот этот вопрос, и я прочитал ваш еще первый вопрос, который вы задавали в прошлом году. Он, в принципе, очень похож на тот, что вы задаете сейчас. Вот, я не знаю, правда, к счастью это или к сожалению, наверное, все-таки к сожалению, потому что оно печально достаточно, что год прошел, ну, по крайней мере, вы в прошлом году задавали свой вопрос, и по факту ничего-ничего не изменилось, вы, в общем-то, не выбрали себе психолога, да, не поработали с психологом лично. Вот, и на мой взгляд, это очень печально, это характеризует вас, ну, достаточно негативно, потому что такое ощущение, что вы несколько не готовы решать текущую вот проблему, вы не готовы решать ту проблему, которая у вас здесь, а проблема достаточно серьезная. И надо сказать, что дело здесь не совсем в советах даже. Дело здесь именно в том, что благодаря своей маме, которая достаточно авторитарная, авторитарная, подавляющая, критикующая, вот, ну, критикующая в том числе и, в общем-то, достаточно негативно, да, и при других людях. Так вот, дело в том, что ваша мама, она как раз таки, в общем-то, является триггером тех моментов, которые вы сейчас имеете, по сути дела, по факту, вот. А понимаете, какая история? То есть, то есть, дело здесь не в советах, а в том, что у вас есть определенное представление о себе, у вас наручена, наручена самооценка, да, скорее всего, вы, ну, допустим, сомневаетесь в себе, скорее всего, вы не уверены, да, в том, что вы, там, допустим, допустим, способны, ну, к примеру, справиться, что вы, допустим, способны, там, что-то сделать, что вы, допустим, можете что-то больше, лучше, чем то, что у вас есть, понимаете. И по факту, то, что со своим мужем у вас ситуация до сих пор не решилась, да, то есть, он выпивает, он вам изменяет, у вас, у вас нет, как бы, ну, доверия друг другу, да, вот. По факту, именно эта ситуация, именно эта история, она говорит о ваших проблемах, о ваших проблемах с самооценкой, о ваших страхах, которые могут иметь место быть, и тогда, понимаете, и именно с этим, в первую очередь, нужно работать, то есть, повышение вашей самооценки с определением себя, с отделением себя от других людей, в частности, от своей мамы. Понимаете, если мы вам дадим совет, то есть, вот, прямо порекомендуем вам, к примеру, как поступать, что, скорее всего, из этого ничего, ничего хорошего не выйдет, потому что, ну, потому что, момент здесь такой, момент такой, что вы просто поступите так, как мы вам скажем, к примеру, или наоборот, не поступите так, как мы вам скажем. Понимаете? Но, в ситуации, в самой, вот, вот именно в самой ситуации, да, вы будете продолжать находиться, по сути, по сути, по сути дел. Вот. Потому что, принципиальная позиция по отношению к себе у вас, скорее всего, не изменится. Так что, здесь нужно именно осмотреть, как вы оказались в этой ситуации, как вы оказались в текущем положении, почему вы связали свою жизнь с мужчиной, который всегда любил выпить, и вас это почему-то не настораживало, не насторожило. Вот. Почему вы до сих пор от него не уйдете? Вот. Для чего вам мужчина вообще, то есть, вы, по сути дела, забеременели от человека, который, ну, вот, собственно, любил и любит выпить. Вот. И, по сути, вы мужу своему, по сути, позволяете так вести себя с вами, да, то есть, он продолжает вести такую политику в отношении вас. Вот. На мой взгляд, это, ну, принципиально неприемлемо, это категорически неприемлемо, так нельзя. И, в общем, в общем-то, мы именно с этого и нужно начать работу. То есть, с поднятия самооценки, с проработкой собственных страхов, они у вас, безусловно, есть. Вот. И так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, в принципе, в принципе, в принципе, ну, наверное, на этом можно и закончить свой ответ, потому что больше на данный момент вам ничего нельзя сказать. Вот именно на данный момент, именно на данный момент, вам больше, ну, больше ничего нельзя сказать. Именно на данный момент, потому что всё остальное будет вытекать только именно, только из, только именно из того, что вот с вами происходит. Поэтому, я думаю, что лучше сумасшедшего сделать для себя, это, собственно говоря, и для своего ребёнка, кстати говоря, тоже. Это начать действовать, то есть начать заботиться о себе, любить себя или воспитывать любовь к себе, вот, больше делать что-то для себя, да, то есть даже если вот вы оказались в какой-то ситуации для себя, ну, не совсем корректно, не совсем такой достойный, выгодный, вот. Ну и что, ну, эта ситуация есть, ей нужно пользоваться, ей нужно воспользоваться для того, чтобы стать независимой. То есть, к примеру, пока есть, допустим, кому сидеть, к примеру, да, с ребёнком, вот, значит, если сейчас, вот, есть кому сидеть с ребёнком, то вы можете использовать эту историю для того, чтобы подняться, чтобы освоить профессию, чтобы кем-то, кем-то стать и иметь, ну, иметь возможность обеспечивать себя. Мне кажется, что это то, что вы можете сделать, то есть можно сколько угодно бесконечно себя винить, можно сколько угодно бесконечно себя как-то вот осуждать за, ну, за то, что вы сделали, да, можно сколько угодно сделать, но только если в этом смысл. Вот, на мой взгляд, абсолютно никакого смысла это и нет. Так что, решайте, смотрите, думайте и, соответственно, уже, исходя из этого, если вы придумаете что-то, если вы решите всё-таки, то выбирайте себе психолога и будем разбираться в ваших отношениях с мамой, в ваших отношениях с мужем, с вашим отношением к себе, самой. То есть, понимаете, даже непонятно, вот, если, к примеру, вам хочется достать, да, то какого совета вы хотите? То есть, понимаете, Вера, вы даже вопрос не ставите. То есть, у вас нет вопрос, непонятно, что вы хотите. Вот, это позиция жертвы. Вот, почитайте про треугольник Кармена и прочитайте про игру, эм, Дану. Вот, давайте вот две игры почитать, психологические. Я полагаю, что вам было бы полезно. В этой игре увидеть себя, вам было бы полезно по этой игре идентифицировать себя и лучше узнать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...